всем добрый вечер мы начинаем наш марафон бьюти марафон синергия 2.0 и в этот раз нас курирует косметолог эстет анна петрова за что тебе большая благодарность сегодняшний вебинар приурочен к тому чтобы начать наш марафон правильно то есть я во время первого марафона куратором была я и было очень много вопросов как этим пользоваться можно ли совмещать пользоваться ли именно как по инструкции либо как-то можно по-другому либо что делать если у меня одна ампула еще осталась неделя уже началась как бы нужно начинать вторую ампула и хотела бы также вкратце вам рассказать как прошел у нас первый марафон он прошел в сентябре весь сентябрь мы примерно 30 человек участвовали в марафоне и всем так понравилось что многие решили продолжать мы также спросили у Анны можно ли после небольшого перерыва 15 дней снова начать марафон и Анна сказала да почему бы и нет как бы это даже лучше если вы будете курсом так делать будет лучший результат поэтому всем спасибо кто продолжает и я тоже в числе тех кто продолжает вот 30 дней получается 4 ампулы каждая ампула рассчитана на неделю и вот так вот 4 недели прошли 4 ампулы перед тем как использовать ампулу ее надо смешать то есть там есть в крышечке активное вещество и то что мы видим в самой ампуле основное вещество их нажать на ампулы хорошенько перемешать смешать и тогда вот убрать эту крышечку и поставить пипетку вот кстати был еще такой момент что после ухода мы делали фото то есть ну чтобы участвовать затем в конкурсе да мы также разыгрываем Аделику в этот раз и постоянно делали фото утром нанесли ампулу и с вот с ампулой мы фотографируемся и вечером то же самое и был три случая даже четыре три-четыре случая когда ампула падала на пол из-за того что на фотографии делали то есть она такая скользкая видимо после ухода ручки еще в кремах поэтому будьте осторожны когда пользуетесь ампулой они такие да хрупкие довольно не прям ну то есть у меня такого не было это более редкий случай но все равно имеет место быть так еще какие нюансы я бы хотела рассказать да то что одна ампула не заканчивалась за неделю то есть у кого глазомер работа хороший они как бы так пользовались ампулой но ее не нужно жалеть вот что я поняла то есть одно одного нажатия одной пипетки может быть мало поэтому лучше не жалеть также еще скин бустер спрашивали можно нужно ли обязательно его приобретать нет вы можете пользоваться ампулами да и вбивать руками либо если у вас там есть какой-нибудь приборчик кстати куаша или роллер можно ими тоже пользоваться на бустер конечно же это лучшее наилучшее решение вместе с ампулой он работает намного более эффективно чем если вы пользуетесь просто руками вот и анна тебе слово чтобы ты хотела рассказать если какие то есть вопросы пишите в чате в чате будем на них отвечать ну для начала я скажу что мне очень приятно что я выступаю опять экспертом на данном марафоне мне сразу конечно ряд таких глобальных идей по использованию данных ампул в принципе я нашла им применение даже в профессиональной косметологии в общем все зависит как говорится от логического мышления да где можно их применять на самом деле мы ну вот неделю я их использовала у себя в кабинете и заметила что результаты практически ну можно сказать ничем не отличаются от тех же самых профессиональных сывороток которые точно также используют свои аппараты поэтому в принципе для вас это большой шанс в домашних условиях прокачать свою кожу интенсивной терапии именно полезными активными ингредиентами и вот сегодня мы как раз таки разберем да что внутри этих ампул как их можно использовать что сочетать что не надо сочетать да и в принципе кому вообще можно использовать а кому вообще нельзя да вот такие нюансы мы их сегодня разберем и поговорим об этом и я думаю что вопросы конечно появятся и я предлагаю всем записывать да потому что какие то схемы я буду говорить устно что то я дам на слайдах но что то устно скажу а а еще когда мне посещает вдохновение я еще могу что-нибудь интересное рассказать поэтому держите ручки при себе вот и сегодня мы как раз таки разберем именно как эти ампулы можно применять по типам кожи да вот это самое важное потому что на сайте написано то что нулевая ампула в первую неделю там ампула номер один во вторую неделю и так далее это такой стандартный базовый уход еще подразумевается под то что у вас есть бустер ну соответственно вы одну ампулу бустером прокачали вторую ампулу бустером прокачали и так далее но если бустера нету что можно делать с этими ампулами тоже да вызывает интерес как говорится как можно добиться результатов вот сегодня как раз таки об этом и поговорим вот так у меня есть да уже права я могу демонстрацию сделать уже поступил первый вопрос елена да пока ты открываешь я сочетаю после ампулы какие уходовые средства можно наносить пользоваться у меня абсолютно актив в принципе вы можете использовать любые свои уходовые средства никто не запрещает оставлять свою базовую подборку либо ну что-то новое да вводить в уход потому что ампулы это активные ингредиенты а вас ваш базовый уход это та самая база которая ваша кожа уже как бы не то что привыкла а скажем не не реагирует реактивно да на вот это вот все единство я не рекомендую вводить кислоты то есть какие-то серьезные кислоты которые не продаются в нашей компании да то есть вы их покупаете где-то за пределами и они имеют высокую концентрацию вот в момент использования ампул такие кислоты использовать не нужно во первых вы перекройте действия одного продукта другим и в принципе не получите никакой результат если например у вас в уходе тот же ретинол а вы еще как бы решили вот эти ампулы добавить это будет перебор да то есть или или лучше так вот так сейчас я запущу свою презентацию вот вот как я уже сказала сегодня будем разговаривать про схемы применения именно этих ампул для начала поговорим про цели да то есть для чего вообще в целом мы должны использовать такие активные ингредиенты и что нам это дает то есть практически каждый из вас сталкивается с обезвоживанием кожи и ампулы нам помогают решать эту проблему улучшать цвет лица да то есть желтый оттенок в принципе никому не нравится тусклый оттенок тоже никому не нравится еще некоторые говорят цвет кожи курильщика да то есть тусклый цвет лица он в принципе не такой нездорового оттенка вот ампулы решают да это проблема в том числе получение более ровного тона да почему бы и нет если у вас цель увеличить упругость и эластичность вашей кожи тоже можно потому что активные ингредиенты которые содержатся например во второй и третьей ампуле они в принципе на это и направлены разглаживание мелких морщинок да то есть такой эффект ботокса я бы наверно так сказал именно эффект не действие эффект потому что ботокс и его эффект это разные вещи вот да можно тоже добиться антивозрастная терапия да профилактика какая-то антивозрастная то есть введение антиоксидантов ваш уход то есть уничтожение каких-либо токсинов которые именно провоцируют старение вашей кожи профилактика пигментации проработка там свежих пигментных пятен если вам необходимо избавиться ну так произошло что вот летом не забыли использовать свой спф крем а теперь не знаете что делать с этими пигментными пятнами такое тоже бывает и вот в данном случае если начать вовремя интенсивную терапию за лицом можно эти пятнышки уменьшить а иногда бывает так что они полностью исчезают потому что вы начинаете правильно увлажнять восполнять да вот этот уровень увлажненности убирать обезвоженность и соответственно и у вас прорабатываются еще такие проблемы как пигментация появление каких-то мелких морщинок возможно даже какие-то высыпания проходят потому что в первую очередь конечно же все из-за нехватки активных компонентов на вашем лице можно ли это делать круглый год да то есть можно ли использовать ампулы круглый год можно если вы понимаете их смысл и логику их применения то да вы можете использовать не все четыре например ампулы а выбирать какую-то одну из им водить на постоянной основе в свой уход вот но это уже как бы отдельная тема да для разговора если у кого будут такие вопросы мы в конце конечно же обсудим я бы хотела конечно же поговорить про то что у нас внутри так я здесь не пропустила вот и на мой взгляд это очень важно понимать какой состав в каждой ампуле присутствует для того чтобы потом вы уже могли логические заключения делать где и когда вы эту ампулу можете применять вот ампула ноль почему ноль потому что она такая вот прям база 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 и все активные ингредиенты которые там содержатся они именно направлены для того чтобы поддерживать натуральный увлажняющий фактор на поверхности вашей кожи что это такое вообще в целом это знаете вот такой комплекс молекул состоящий из различных кислот в вашем данном случае молочная кислота она у нас присутствует в органических соединениях да то есть в наших натуральных производных кожи на поверхности нашей кожи и также ее могут синтезировать различные косметические концерны и использовать в своих косметических средств для того чтобы имитировать а вот этот вот комплекс который поддерживает влагу на поверхности нашей кожи нашей кожи почему это важно потому что ну в течение дня и вообще в течение до жизнедеятельности нашего организма кожи теряет влагу то есть а влага испаряется и для того чтобы это испарение происходило не во вред нам у нас есть вот такой вот натуральный увлажняющий фактор из комплексов молекул который как раз таки поддерживает и все но бывает так что вы переусердствовали сам мылом ну кто мы вам любит умываться есть такие люди не говорю что те кто у нас это так делать нет потому что наши все понимают да что есть пенка для умывания и она очень важна но есть те которые привыкли умываться например у меня спорта так делать вот и здесь конечно же необходимо проводить такую терапию когда надо восполнять вот этот комплекс на лице для того чтобы поддерживать влагу поддерживать а уровень увлажненности и конечно же чтобы не возникало обезвоживания да потому что обезвоживание это как вам бы не казалось что это может быть безобидно звучит но на самом деле это самый первый скажем пунктик к вашему старению солнышко тоже но вот обезвоживание наверное стоит рядом вместе с солнечными лучами вот и если обезвоживание не предотвращать ряд проблем конечно будет периодически вас беспокоить и на постоянной основе и все больше и больше и больше вот ампула 0 она именно и для этого нам создана для того чтобы проработать вот эту базу на своем лице вернуть коже влагу да и максимально удерживать ту необходимую влагу которая кожа должна насыщаться как в течение дня так и в целом вот если же конечно же у вас правильный уход и вы очень хорошо следите за тем что вы делаете вы не пропускаете никакие этапы в своем уходе уход составлен гармонично сбалансировано по типу вашей кожи то возможно с вашим натуральным увлажняющим фактором все прекрасно но тем не менее ампула 0 она как бы лишней не будет да и ее можно сочетать с другими ампулами спокойно потому что это такая база которая прекрасно сочетается с первой и с третьей ампулой вот как это делать чуть чуть позже тоже поговорим потому что здесь не будет так что вы например их смешали да на руке и нанесли друг на друга нет здесь вот именно будет говориться о том что какой интервал выдерживать между например ампулой 0 и ампулой 1 либо там ампулой 1 или ампулой 2 вот ну основная цель как я уже сказала у ампулы это увлажнение и уменьшение обезвоженности на вашем лице часто очень сталкивается с таким обезвоживанием серьезным сухой тип кожи вот остальные типы кожи тоже могут испытывать обезвоживание но сухой тип кожи на это на себе примут явно ощущает потому что у них кожа тоньше и она в целом требует конечно больше внимания по уходу вот здесь на слайде я вам сделала скрин таких вот основных ингредиентов которые имеются на свалку ли да вы можете посмотреть что на первом месте у нас базовые основы стоит вода и различные различные экстракты мы не будем всех изучать и переводить потому что конечно же у всех у них есть свои да какие-то характеристики но в целом все это направлено именно для того чтобы поддерживать степень увлажненности на вашем лице вот я почему хочу заострить внимание потому что обратите внимание еще раз сори за тавтологию здесь у нас имеется и куркума это мощный антиоксидант и так что у нас барбаденис цветочные экстракты то есть это очень классный состав на самом деле очень редко можно встретить какой-то продукт даже на масс-маркете ну и в принципе на профессиональном рынке чтобы сразу вот в базовой основе лежал такой состав вот это вот количество ингредиентов вот я этим восхищаюсь поэтому хочу чтобы тоже обратили на это внимание часть 2 да то есть это те самые активные ингредиенты которые вы как раз таки добавляете в эту базовую основу и здесь тоже конечно же продукция не подкачала потому что опять-таки обратите внимание что у нас здесь нету консервантов на первом месте здесь у нас имеется например бифидоферменты да лизат и не цинамид то есть глицерин имеется имеется определенные экстракты опять-таки которые очень полезны для нашей кожи масла есть базовые да которые поддерживают увлажнение даже есть три пептиды но они конечно же не в таком будут большом проценте а потому что это нулевая ампула но тем не менее обратите внимание что они здесь есть купер три пептид один вот есть такие аминокислоты как аргинин ну в общем я просто конечно же в восторге потому что это дорогой состав и она правда того стоит чтобы это попробовать на своем лице ампула номер один это наша ампула которая выполняет главную роль именно в проработке свободных радикалов да то есть свободные радикалы это те самые токсины которые появляются во время излучения солнечного на нашем лице то есть проходит определенное окисление за счет солнечных лучей и и вот эти вот свободные радикалы такие клетки мутирующие которые вот честно портят жизнь да то есть мы от них стареем быстрее у нас и процессы в организме совсем по-другому происходит и это все не идет нам на пользу и вот ампула номер один она как раз таки дает нам возможность провести антиоксидантную терапию антиоксиданты это те компоненты которые борются со свободными радикалами вот на базовом курсе кстати мы очень много антиоксидантов внимание уделяли и прям детально их разбирали так вот самые такие современные знаменитые и наверное распространенные ингредиенты это аскорбиновая кислота то есть витамин c аскорбиновая кислота в списке ингредиентов она как аскорбик асет называется это наш витамин c который предназначен для кожи да то есть не просто витамин c который взяли в аптеке и как-то преобразовали и теперь вы можете нанести на лицо нет то есть это специально до синтезированный витамин c который именно для наружного применения вот мощный антиоксидант конечно же здесь еще мое внимание привлекли привлекли такие два три ингредиента как монетон мальтодекстрин и убихинон кис слова очень сложно выговариваемые но очень интересные почему-то надо знать потому что это добавляет наверное ценности этой ампулы и вы уже по-другому будете относиться к уходу вы не будете пропускать просто вот этот этап потому что он на самом деле важный и эта ампула помогает вам не только просто бороться с пигментацией давать какое-то осветление вашей коже потому что некоторые люди говорят так я не хочу быть белой мне устраивает мой цвет кожи но это неправильное заблуждение то есть осветление это не значит что у вас на несколько тонов лицо будет белее нет осветление это в первую очередь выравнивание вашего тона под тот здоровый как бы цвет да то есть не может быть что ваше лицо просто было на три оттенка светлее ваших рук ну грубо говоря так да то есть после применения этой ампулы но что реально даст эта ампула то есть те пятна которые у вас появились из-за отсутствия должного ухода летом например они могут сглаживаться то он будет становиться ровнее свежая пигментация тоже будет прорабатываться и свежие пигментные пятна будут потихонечку потихонечку уходить если прорабатывать такие вот проблемки интенсивными ампулами которые содержат в себе антиоксиданты ну и в целом направлено да на вот эту антиоксидантную терапию витамин c это самый лучший друг в данном случае и как вы видите здесь в активных ингредиентах он стоит на первом месте даже если вы раскроете на сайте весь этот состав вы видите что базовая основа да там есть фруктовые экстракты ферменты лизата аминокислоты кстати тоже очень интересный состав гиалуроновая кислота в том числе но это все вот самые компоненты которые как проводники да то есть они у них такая цель и задача чтобы стабилизировать это все и донести до ваших наиболее глубочайших слоев куда они могут проникнуть именно витамин c и вот эти вот три компонента в том числе вот снизу под пунктами основными я вам такой словарь готовила то то есть что такое манитол сахар получаемый из фруктозы ну здесь прочитаете здесь это самые такие базовые скажем компоненты и их описание но самый последний у бихину или коэнзим q10 я думаю что кто-то из вас слышал да то есть сейчас модный бренд таймлесс таймлесс называется у них на практически по моему на нескольких сыворотках прямо q10 стоит вот вот эта вот маркировка коэнзим и многие владельцы брендовых магазинов многие блогеры говорят коэнзимы это просто там классная вещь попробуйте но до конца конечно же наверное не разобрались да как он работает вот это правда очень хороший антиэйдж именно компонент и в достаточных концентрациях он становится таким эффективным ингредиентом именно антивозрастной косметики да то есть ряда антивозрастных сывороток для того чтобы предотвращать преждевременное старение то есть поэтому ампула номер один это не просто борьба с пигментацией и осветление дата на лица но это точно также борьба со преждевременным старением кожи потому что свободные радикалы они окисляются они заставляют нашу кожу стареть и для того чтобы их вывести да то есть дать нашей коже возможность отдохнуть от них существует вот эта вот прекрасная ампула и просто очень шикарный состав на мой взгляд я наверно еще раз повторюсь что состав здесь правда достоин своего внимания и своей цены вот вот этот убихинон или коэнзим q10 а про него прям если кто ведет блог или инстаграм его прям выделять и на чтобы все знали что у нас в ампулах есть данные компоненты причем не на последнем месте то есть буквально там 4 стоит после аскорбиновой кислоты и монетола но мальтодекстрим это знаете это больше как связующие средства то есть это вот все все вот эти компоненты он как бы сдерживает вместе вот здесь есть такой момент люди с аллергией но только с настоящей аллергией только те кто реально испытывает после нанесения какого-либо средства покраснения раздражения и прямо такие вот аллергики вот с этой ампулой будьте поаккуратнее да то есть вводим ее постепенно по чуть-чуть можете сначала попробовать пару капель там так наверное чуть-чуть до выходит ну совсем вот капелюшечку маленькую попробуйте на ком-нибудь участке своего лица вот на этом например участке даже то если что можно было прикрыть вот и посмотрите как реагирует кожа если нету покраснений нету высыпаний продолжайте использовать но это касается вот прям таких вот серьезных аллергиков почему потому что в целом как бы такую прям серьезную аллергию данный данная ампула вряд ли даст кому-либо из вас кроме тех кто прям такой вот серьезный аллергик и обычно эти люди они знают свою кожу и знают что им нужно все постепенно выдеть не сразу наносить на себя вот почему я об этом говорю потому что ну вот видите да то есть даже в словаре написано что манитол сахар получаемые сурктозы вот он он в принципе может выдавать какую-то аллергическую реакцию сам по себе витамин c нет но чаще всего кто жалуется на то что ампула с витамином c выдают какой-то аллергии на лице это не витамин c это стабилизирующие компоненты которые находятся дополнительно ну как бы с этим витамином c внутри да а самой баночки если опять-таки кто знает таймлесс приведу как пример у них есть витамин c плюс фируловая кислота так вот как раз таки фируловая кислота в практически наверное каждому второму вызывает раздражение на лице вот каждому третьему у кого жирный тип кожи вызывает еще и закупорку пор вот ну и люди конечно думаю что это витамин c виноват нет в том случае конечно фируловая кислота ну и здесь вы теперь знаете да что есть манитол в составе и таким грандиозным аллергикам до серьезным аллергикам нужно поаккуратнее вводить данную ампулу тем не менее ампула шикарная и я всем рекомендую ее не игнорировать вот в данном ампула 2 и 3 я их соединила потому что у них в составе пептиды если они немножко разные но смысл пептидов у нас практически один да то есть они нам дарят молодость они нам дарят упругость дарят эластичность стимулируют выработку коллагена если вы посмотрите вот здесь вот есть картинка такая правда чуть обрезалась когда ее вставляла но вот эти вот спиральки и палочки да то есть это коллагеновые и эластиновые волокна в данном случае спиральки будут эластиновые волокна а палочки такие вот беленькие тросики это коллагеновые волокна но то что вот это голубое это наша гиалуроновая кислота а все это вместе называет называется дермальный матрикс то есть это то что лежит у вас как как раз-таки под верхним слоем, да, вот этот вот желтенький верхний слой, это та часть кожи, которую вы можете пощупать, а то, что под этим слоем, это как раз-таки наш дермальный матокс, наша дерма, где лежат все питательные вещества, и где как раз-таки синтезируется коллаген и синтезируется эластин. Так вот, что делают пептиды? Пептиды, они не спускаются так низко, конечно же, потому что, чтобы им так спуститься низко, их нужно ввести инъекционно, да, то есть у косметолога в кабинете, либо там у дерматолога, а вот наша ампула, она примерно проникает, ну, скажем так, на мембранный слой, то есть между дермой и поверхностным слоем имеются еще слои здесь, то есть досконально, конечно, не будем сейчас разбирать каждый слой, но примерно вот где-то между-между она проникает, а дерма, она очень умная, она берет именно то, что ей нужно, да, взять отсюда, как говорится, нужно влагу взять, она возьмет влагу, нужно отдать влагу, если тут все высохло сверху, она отдаст влагу, если не хватает питательных средств, она отдаст питательные средства, либо возьмет, да, питательные средства, вот, соответственно, точно так же с пептидами, она берет эти пептиды, а данные пептиды являются как бы сигнальными, они начинают стимулировать выработку коллагена и выработку эластина. Если же у вас есть бустер, вы просто этот эффект усилите в несколько раз, то есть вы сразу протолкнете ампулы на тот слой, то есть буквально на мембранный слой, где дерма с легкостью возьмет все, что ей необходимо, и впитает это в себя, и синтез начнет работать, да, по-другому, уже регенерация, соответственно, в том числе, вот. Без бустера это тоже можно добиться, просто все зависит, конечно, от срока применения ампул, данных ампул. Кому-то это, конечно, хватит 3-4 недели, кому-то больше нужно, кому-то 3 месяца, все зависит, конечно, от ситуации на вашем лице, вот. Тем не менее, если у вас есть бустер, вы можете вот этот вот результат в 3 месяца, который может растянуться без бустера, сократить, ну, вдвое, да, если вы ежедневно, например, применяете бустер. Так, вторая ампула у нас содержится в своей основе витамин Е, глицерин, экстракты и масла, то есть здесь в базовой основе у нее содержатся уже антиоксиданты, ну, глицерин это, понятно, не антиоксидант, это связующее, да, средство для того, чтобы вода еще задерживалась на лице в том числе. Вот. Активные ингредиенты, такие как пентапептиды, глицерин, матриксил, как раз-таки будут стимулировать, как я уже сказала, коллаген и эластин, его здесь содержится в достаточной концентрации, очень хорошая концентрация, и положение вот этого пентапептида в списке ингредиентов, он, кстати, не на последнем месте, что радует. Вот. В третьей ампуле у нас 3-пептид меди, то есть, что это такое? Это купер-3-пептид, его международное название на рынке, это тоже модный компонент, о нем все говорят, что вот в этой сыворотке купер-3-пептид, а в этом креме тоже купер-3-пептид. Почему? Потому что как раз-таки про него говорят, что он имеет эффект ботокса, да, то есть купер-3-пептид позволяет разглаживать мелкие морщинки. Но это такая, скажем, хайповая версия купера-3-пептида, даже не версия, а его функция, вот. А есть еще те функции, о которых мало кто говорит. Это, например, заживляющая функция, восстанавливающая кожный покров функция, улучшающая регенерацию на вашем лице функция. То есть, если, например, у кого-то свежая постакне, вы можете использовать третью ампулу для того, чтобы вот эта постакне у вас не перешло в пигментацию, да, то есть, чтобы побыстрее все зажило, и побыстрее регенерация произошла, и появилась более, ну, новая кожа, скажем так, в кавычках, вот, если грубо говоря, вот. Вот это все дает третья ампула. Поэтому у кого постакне, вы можете использовать третью ампулу на постоянной основе и, в принципе, не бояться того, что она вам навредит. Вот. Уменьшаются ли морщинки? Да. В определенный период, если у вас хороший базовый уход, хорошее качественное увлажнение, и ваша кожа не находится в состоянии стресса, вы используете данную ампулу на долгосрочную перспективу, то я скажу, что ваши морщинки мелкие, вот эта вот сетка, которая от обезвоживания вечно появляется у всех, она не просто уменьшается, она потом еще и может и долго не появляться, да, но как только, конечно же, вы перестаете кожу кормить инкотинными ингредиентами, ну, результат сами, да, знаете, он будет уменьшаться. Это, в принципе, нормальная ситуация абсолютно, потому что ничто долго не задерживается, у нас обменные процессы происходят, что-то выводится, что-то впитывается, что-то испаряется и так далее. Вот, но для того, чтобы эта сыворотка все-таки не испарялась у вас с лица там в два счета, нужно, чтобы у вас после был тоже, да, закрепительный уход, то есть какие-либо эссенции, кремы и так далее. Тем более сейчас, в зимнее время, кремы – это просто обязательный must-have у всех. Крем не пропускаем. Кроме тех, у кого жирная проблемная кожа, там вы сами, да, знаете, кто был уже на первом курсе, те знают, что там уже по ощущениям крем подбирается. Вот. Так, давайте чуть на вопросы поотвечаю, потом дальше перейду. А то я так могу дальше бесконечно рассказывать. Так. Ампула-1 дает липкий эффект. Сразу можно наносить ежедневный ход или через определенное время. Ну, вы дайте ей чуть-чуть впитаться, да, пускай чуть-чуть вот эта липкость пройдет, хотя бы какое-то ее количество, а потом уже можете сразу наносить свой ежедневный уход. Вот. Если прям совсем липко, то перед ней наносите хорошую такую дозу тонера, да, то есть прям несколько раз наслаивайте этот тонер и сразу к этому ампулу. И должно быть менее, ну, как бы чуть липкость уменьшится. И еще смотрите, сколько вы наносите, да, то есть если очень много нанесли, то будет гораздо, как бы, более вяжущее вещество на вашем лице. Поэтому здесь тоже надо приловчиться так, чтобы вот эту капельку выдавливать именно в нужном необходимом количестве на вашу кожу, и немало, и немного, но при этом чтобы это, ну, что вы чувствовали, да, что вы что-то нанесли. Вот. Через определенное время не обязательно, да, то есть интервал можете не выдерживать перед своим уходом, если только у вас в уходе нет кислот. Вот если у вас есть в уходе кислоты, и вы все любите наносить каждый день, то между кислотами и ампулой один выдерживается интервал в 15 минут. Сразу ли нужно средства из ампулы использовать с бустером или нанести средство на кожу, размазать руками, потом подключить бустер? Вы можете сразу, и бустер у вас будет скользить именно по этому средству. То есть здесь сама фишка в том, что как только вы нанесли сыворотку, да, на лицо и сразу приложили бустер, вы прямо вот начинаете массажными движениями впитывать эту сыворотку бустером. Ну и плюс бустер издает электропарацилу, да, то есть волны определенные, которые раздвигают верхние слои кожи, и сыворотка попадает в более глубокий слой. Вот, то есть не обязательно ждать, пока она впитается или подсохнет, чтобы начать работать бустером. Лучше, конечно, когда есть скольжение. Поэтому после ампулы вы можете точно так же взять сыворотку, другую, к примеру, которая более базовая, либо эссенцию, да, ну пожиже, например, и проработать бустером еще эссенцию, в том числе. Ну как бы это будет дополнительный лимфодренажный эффект и дополнительное полезное увлажнение. То есть бустер можно использовать не только под ампулы, его можно использовать и под свои уходовые средства в том числе. Просто вы должны понимать, что в составе этого средства. Если там есть гиалуроновая кислота, то можно, да, если там гиалуроновой кислоты нету, а какие-то другие кислоты присутствуют, как гликолевые, например, то, конечно, нельзя. Вот, обязательно читайте, что на обороте этикетки написано. Так, позволяет ли бустер спустить активное вещество? Позволяет. Как глубоко они спустятся? Ну здесь я вам точно не скажу, да, это надо разбираться именно вообще, что за состояние кожи у вас и в целом, как вы работаете этим бустером. Но даже если вы взяли в первый раз бустер в руки и просто начали работать массажными движениями, в том числе вы получите эффект того, что сыворотка спускается, ну хотя бы на средние слои, да, верхнего слоя, а дерма она сама возьмет оттуда, что ей нужно. Вот. Просто если без бустера, то, конечно, вам просто дольше надо к этому идти, к самому результату. Кожа она все равно получит, что ей необходимо, но не так быстро, скажем. Так, при воспалении тройничного нервового бустера можно пользоваться. Вы про воспаление договорите. Если у вас воспаление на данный момент, то нет. Вот когда оно прошло, вам пролечил невропатолог это воспаление, то можете использовать на режиме инфракрасного излучения. То есть можете прям под какую-нибудь сыворотку, да, скользящую, использовать этот бустер, прорабатывать, будет инфракрасное излучение появляться. И вот при такой процедуре у вас как бы физиопроцедура происходит, да, то есть вы еще поможете своему тройничному нерву быстрее восстановиться. Вот. А после уже, конечно, когда вы уже чувствуете, что все, вы полностью выздоровели, потому что, ну, это не такая, скажем, быстрая история, да, то есть надо пропить определенные лекарства, вот, ну, я думаю, кто с этим сталкивался, тут знает, да, то есть там врач делает назначение, вот. После вы уже можете использовать электропорацию, вот. Единственное, если у вас брекеты стоят, то либо имеются какие-то металлические пластины, да, на лице, ну, не дай бог, конечно, ну, бывает такое, что вот стоят металлические пластины, замещающие какую-либо часть, да, нашего каркаса. Вот в этом случае электропорацию делать нельзя, только в случае, если у вас металлические пластины, прямо вот в кости, внутри кости, ну, то есть в кость установлены, есть, понятно, да, объяснил. Если же брекеты, то берете, прокладываете спонж между верхней губой и брекетами и работаете по этой зоне электропорации спокойно. Вот. Почему? Ну, для того, чтобы просто уменьшить вот это вот неприятное покалывание, которое электропорация может выдавать, если есть наличие брекетов. Вот. Хотя не все это чувствуют, сразу скажу. Ань, можно тоже вопрос, вот как раз у Натальи Брунер тоже в самом последнем, в чате, последний вопрос про импланты. Вот пишет Наталья, что у меня импланты, ну, вроде, окей, я не чувствую. Я тоже, у меня есть один имплант, тоже вживленный, а в ткань, и нормально вроде ничего. Нет. Девочки, импланты, это, знаете, серия вопросов, а я буду пищать в аэропорт, когда буду проходить рамку, если у меня имплант? Здесь вот такая же история, да, импланты никак не влияют, и так глубоко просто не будет быстрого здесь. И имплант, он просто не такой большой, да, что вы имели в виду, как, например, металлическая пластина, если она у кого-то стоит, то там объем, конечно, больше. И в целом, когда, конечно, есть металлические пластины, там, в принципе, никакие аппаратные процедуры не разрешено делать для таких людей на лице. Ну, и в том месте, где есть металлические пластины. Даже если на ноге, да, то есть есть какой-то штифт, то есть, который устанавливался, тоже нельзя делать аппаратные процедуры. Сколько капель нужно наносить? Смотрите по своему лицу. Если вам хватает одной капельки, отлично. Если нужно две, добавляйте, да, вторую. То есть, здесь все зависит от того, как вы вообще наносите средства и хватает ли вам, да, потому что лица у всех разные. Понятно, что кому-то и полторы капли достаточно, а кому-то и две мало будет. Ну, соответственно, как бы смотрите на вот этот индивидуальный фактор. После ампул можно использовать ампулу Абсолют или лучше сыворотку Абсолют. Вот, знаете, после ампул можете использовать сыворотку Абсолют. То есть, вы, например, провели терапию с ампулами и, ну, минут через пять можете сразу нанести сыворотку Абсолют. Но я не знаю, правда, какой у вас тип кожи, но если, например, у вас жирный тип кожи, то это будет много. Вот. Поэтому в период интенсивной терапии для тех, у кого жирный тип кожи, можно или, или что-то делать, да, чтобы, ну, просто не обострялись высыпания там или мы не чувствовали, что как будто бы у вас поры забились. Вот. Нет, у меня хронически поражены центральные периферические нервы. А, но если это уже хроника, то можете использовать электропорацию и можете, в принципе, в активной форме пользоваться инфокрасным режимом. В том числе он, кстати, очень хорошо помогает. Вот. А вот если это острое воспаление, то только после того, как закончится лечение. Про зубные импланты. Не пугайте, зубные импланты никак абсолютно не влияют на это. Людям с зубными имплантами точно так же делают лазерные шлифовки на лице и плазменные шлифовки и всякие разные аппаратные процедуры. Ничего пока не случилось. Ну, и в целом это как бы не противопоказание. Так, у меня брекеты на марафоне. Проверю, как с брекетами бустер сработает. Проверьте. Ну, если будете чувствовать неприятные ощущения, вот просто такой совет прокладывать спонж, да, между верхней губой и брекетами, ну, либо нижней губой и брекетами. Смотря, где у вас брекеты стоят. Типа, вот если имплатируют, то будет больно. Ну, так, наверное, это никак не вопрос. Все, вопросов больше нету. Давайте дальше. Так, посмотрим на четыре типа кожи. Досконально на этой лекции я их, конечно, не разбираю, потому что там вообще на курсе мы их полтора часа разбирали, эти четыре типа кожи. Вот, но в целом, да, я вам скажу, что есть анатомические типы. Это сухой, нормальный, жирный, комбинированный. Их всего лишь четыре. Не бывает чувствительного комбинированного, не бывает чувствительного жирного, там, нормально комби и так далее. То есть все, что уже добавляется, это состояние. То есть чаще всего, когда люди говорят, у меня повышенно чувствительно жирная, с блестящей этой зоной кожа, это мне описывают состояние. Поэтому уже я, ну, дополнительно начинаю задавать вопросы, чтобы понять, какое все-таки анатомическое строение, да, кожи. Что такое анатомическое строение? То, что вам дано с рождения, ну, и это не меняется. То есть, что бы ни происходило, у вас всегда будет такое строение кожи, да, как строение всего вашего тела. То есть это анатомия. Но само состояние кожи, оно может меняться несколько раз за месяц, несколько раз за год, несколько раз за период вашей жизни. То есть, там, например, в 15 лет это может быть повышенная жирность, да, из-за гормонов. То есть, там, в 20 лет у вас сразу такая классная, хорошая кожа стала, там, в 30 лет вдруг резкую сухость начали испытывать, там, в 35 вроде бы все нормально, а в 40 опять что-то все не так. Вот. Ну, и так далее. То есть, вот эти состояния, они меняются. Меняются в зависимости от климата, где вы живете, от вашей деятельности, от вашей еды, от вообще того, как вы ухаживаете со своим лицом. Но никак не имеют отношения к строению кожи, да. Почему? Потому что чаще всего люди привыкли выбирать себе уход по состоянию. То есть, если жирнится, надо что-то выбрать такое, что уменьшает эту жирность, что подсушивает лицо и, соответственно, решит проблему жирности. Но бороться с состоянием это то же самое, что бороться вот с мельницами, да, из-за того рассказа Дон Кихот, про Дон Кихота. Вот. Поэтому надо уделять внимание вашему анатомическому типу. Если у вас сухой тип, но при этом сейчас, например, происходит какая-то жирность в определенных области вашего лица, здесь мы разбираемся в уходе. Возможно, вам не хватает каких-то средств для того, чтобы успокоить свое лицо и вернуть его в привычное русло, да. Нормальный тип в том числе он может испытывать вот это состояние комбинированное, когда вроде бы что-то жирнится на лице, ну, в том, и в этот же момент как бы не жирнится, но местами сушится. Вот. И комбинированный тип тоже самое может испытывать, но есть определенные характеристики, которые помогают различать, какой у вас тип кожи, поэтому если у кого-то есть рядом зеркало, вы можете посмотреть на ваши поры, на толщину кожи, на саму структуру, на рельеф, может быть, есть у вас высыпания, да, но вот эти вот высыпания, они, конечно же, более характерны жирному и комбинированному типу кожи, однако на нормальном типе тоже бывает встречаются. Вот. Об этой теме можно очень долго говорить, можно много примеров приводить, показывать, да, потому что после этой темы все начинают задумываться, правильно ли я определил свой тип кожи, правильно ли мне определили тип кожи. Я вам скажу, что процентов 50 косметологов, эстетов и даже бывают такие, что и дерматокосметологи, не все, конечно, бывают, прям очень грамотно бывают, ну, сами знаете, да, как в любой сфере специалисты есть хорошие, есть специалисты посредственные. Так вот, бывает такое, что и специалисты не могут определить правильный тип кожи, потому что они не понимают разницу между анатомией и состоянием, вот, а в интернете всегда практически описываются какие-то признаки нормального жирного или комбинированного типа как состояние, вот, для того, чтобы не ошибиться, смотрим на поры, да, то есть у жирного типа кожи будут такие расширенные поры, они будут видимые, кожа достаточно плотная, рельеф более грубый, чем, к примеру, нормального типа кожи, вот, а комбинированные типы тоже имеют поры, но не такое большое количество пор на лице, вот, и в области щек чаще этих пор в таком количестве нету, как у жирного типа кожи, вот, нормального типа это Т-зона, то есть пористая может быть Т-зона, но не факт, опять-таки, если хороший уход, максимум, чем нормальный тип кожи будет сталкиваться, это с черными точками на носу, вот, и все, и будет просить почистить им на чистке только нос, вот, это нормальный тип кожи, у сухого поры практически не видны, то есть сухой тип это матовая кожа, она не жирнится, она не воспаляется, она тоненькая и она, к сожалению, быстро стареет, вот, и чтобы она быстро не старела, поэтому сухого типа кожи должен быть многоступенчатый уход от нуля до точки, там, 10, да, то есть, чтобы у вас были и сыворотки, и эссенции, и кремы на постоянной основе, причем, вне зависимости от времени года, потому что сухой тип кожи, он в целом не имеет, да, своих каких-то защитных функций анатомически, поэтому вот эти защитные функции нужно пополнять извне, из тех косметических продуктов, которыми вы пользуетесь, вот, ну, это вот вкратце про типы кожи, но тем не менее, я считаю, что я должна об этом сказать, потому что как раз-таки ампулы, мы по типам кожи тоже сейчас посмотрим, как можно какие-то схемы составлять, и как можно их миксовать и в целом использовать. Кому подходят ампулы? Ампулы подходят всем типам кожи. Кому ампулы нельзя использовать, ну, какие, да, скажем, нельзя использовать, нельзя использовать ампулу 2 и номер 3 беременным и кормящим женщинам. Почему? Потому что это пептиды. Вообще, беременным и кормящим обычно разрешены только витамины и какие-то базовые увлажняющие компоненты. Ну, в данном случае витамин С можно будет ввести в уход и можно оставить ампулу 0. Вот, потому что концентрация пептидов в этих ампулах, она достаточно низкая будет, чтобы так прям какие-то прям стимулирующие воздействия оказывать, а вот концентрация в 2-й и 3-й ампуле, она поболее серьезнее будет. Поэтому здесь можете записать, потому что на слайде этого точно нету, я, по-моему, не включила, что беременным и кормящим витамин С и базовый уход на увлажнение, вот это им можно. Пептиды, кислоты, ретинолы и прочие всякие модные средства активные беременному кормящим нельзя. Итак, сейчас перейдем к схемам использования. Вот у меня такой ребус, но я пыталась сокращенно свои мысли изложить. Номера 0,1,3,2 это номер ампулы. А 1W это первая неделя, вторая неделя, третья неделя, третья, четвертая. Смотрим, сухой тип кожи. Вы можете, то есть то, как бы я предложила сухому типу кожи использовать данный уход из ампулы. То есть я бы предложила утром брать нулевую ампулу и ампулу номер один. Почему? Потому что нулевая ампула даст такое базовое классное увлажнение и задержит влагу на лице для сухой кожи, необходимую так влагу именно вот сухой кожи, да, потому что сухая кожа очень часто борется с обезвоживанием. Вот. А ампула номер один подарит комплекс антиоксидантов, который в сочетании с SPF-кремом будет предотвращать еще и преждевременное старение в течение дня, в течение солнечного дня, да, когда человек находится под солнцем, либо гуляет, либо, я не знаю, работает у окна, сидит, вот, и солнышко светит. И вот это будет классная комбинация. Вечером бы я предложила в первую неделю использовать ампулу номер три, во вторую неделю тоже ампулу номер три, так как вы, в принципе, утром их не будете использовать, да, то я думаю, что на две недели растянуть вполне удастся эта ампула. И третью, четвертую неделю можно вторую использовать. Почему я не прописала третью, четвертую неделю на утро? Если у вас останется, продолжайте в той же схеме. Если, конечно, закончилось, то переходим на утро в свой базовый уход для сухого типа лица, а вечером продолжаем использовать вторую или третью ампулу в зависимости от недели. Вот это я бы предложила. Почему вечером три сразу в первую неделю, а не два? Потому что у сухой кожи очень часто проявляется вот эта мимическая сетка на лице. Сначала хочется проработать эту сеточку, дать максимально интенсивный уход. Для чего? Для того, чтобы человек почувствовал, что ампулы работают и почувствовал, что не зря что-то наносит на лицо. Так будет интереснее, скажем, по такой схеме. А ампула два закрепит. Закрепит эффект ампулы номер три, и плюс еще будет закреплять эффект той базовой косметики, которая у вас имеется. Вот такая небольшая схема для сухого типа кожи. Можно ли иначе переставить? Можно. Никто не запрещает вам использовать третью с утра, вторую с утра, первую с утра, нулевую с утра и так далее. Можете менять местами, как вам хочется. Но если мы посмотрим по эффективности, то, например, ампула номер один, это витамин С, они всегда, вообще, любые антиоксиданты, они более эффективны все-таки с утра. Потому что солнечный день, он у нас как бы светлый, да, то есть не ночной, когда вы спите, соответственно, солнечные лучи попадают, радикалы вырабатываются, но если вы уже наносите какие-то антиоксиданты на свое лицо, то борьба происходит в то время суток, когда ей нужно происходить. И это будет более эффективно, чем, например, ночью. Поэтому первую ампулу с витамином С я советую использовать только утром. А утром это будет максимальная эффективность для этой ампулы. Кто испытывает обезвоживание, в принципе, если это не только сухой тип кожи, но и нормальный в том числе, точно так же можно добавить ампулу ноль с утра. Будет, в принципе, эффективно. Так, нормальный тип кожи. Вот здесь я вам показываю свою схему, то, как я использую, потому что у меня нормальный тип кожи, и мне очень комфортно с данной схемой ухода вот именно с этими ампулами. То есть, первую неделю я использовала первую, да, то есть антиоксиданты, вторую неделю тоже использовала антиоксиданты, и это было в принципе мне очень комфортно. Почему у меня только одна ампула с утра и вечером, потому что у меня есть дополнительный уход еще, да, поэтому если вы тоже обладаете дополнительным уходом и нормальным типом кожи, то вот этого достаточно для нормального типа кожи. Добавлять сюда плюс еще что-то можно, но при условии, что тогда вы из своего дополнительного ухода что-то уберете, потому что нормальный тип кожи, несмотря на то, что это непроблемный и очень редко доставляет вообще своему обладателю какие-то проблемы, имеет свойство как бы привлекать к себе черные точки на носу. И чаще всего мы как раз таки боремся именно с жирными носом и с черными точками, с блеском на носу. Так вот, чтобы вот этого не было, не нужно ее перекармливать. И вот эта вот схема, когда вы по одной ампуле утром или вечером используете, в принципе, для нормального типа достаточно. В первую неделю я точно так же решила третьей ампулой проработать и потом уже добавить вторую ампулу на последних неделях. Опять-таки, потому что мне хотелось, чтобы вот мои какие-то мелкие морщинки чуть больше получили интенсивно, а потом уже подзакарпить этот результат. Также можно переставить местами, если есть такое желание, то есть сначала использовать вторую ампулу, а потом, например, на последних неделях третью ампулу. Я думаю, что при такой схеме должно хватить на две недели одной ампулы. Если вдруг не хватило, не пугайтесь, продолжайте использовать следующую ампулу, ничего страшного, можете сразу начать использовать. Если, например, наоборот, осталось, тоже не пугайтесь, можете, опять-таки, с утра доиспользовать то, что вы там с утра использовали, например, если у вас это еще осталось, а вечером уже новое что-то начать использовать. То есть, если у вас разбит график утро-вечер, ампулы друг другу не противоречат. Они, в принципе, друг другу не противоречат. Единственное, не надо использовать ампулу номер один и сразу ампулу два туда наносить или сразу ампулу три наносить. Почему? Потому что все-таки витамин С, он не работает так эффективно вот в такой очень концентрированной пептидной среде. То есть, если вдруг все-таки вы решились на использование первой и второй ампулы с утра, то разбиваем между ними интервалы в 10-15 минут. Такой интервал нужен для того, чтобы одна ампула впиталась и потом уже вторую ампулу вы как бы наносите и одно другому не мешает. Это что касается витамина С и пептидов. А в остальных случаях пептиды с пептидами прекрасно клеятся, к примеру, и ампула 0 подходит тоже ко всем трех вариантам. Я надеюсь, понятно, да, рассказываю? Это может быть мои обозначения как ребус сейчас. Так, здесь я выписала, что витамина С желательно использовать утром. Вот, и да, не забываем про индивидуальный фактор, да, то есть, не забываем про ваши ощущения. Если все-таки вам кажется, что где-то что-то не так, то меняем местами, переставляем, может быть, что-то убираем, экспериментируем. То есть, бывает такое, что кожа капризничает, не хочет принимать какие-то активные ингредиенты, здесь тогда нужно потанцевать с бубном, и такое встречается, ну, не только в данном бренде, да, то есть, это можно и в любых знаменитых и люксовых встретить, что, ну, не ложатся, бывает так, вот на вашу кожу все ингредиенты, которые бы вы хотели нанести. вот, поэтому здесь нужно действовать по ощущениям. Берете сначала ту ампулу, которую вам комфортнее всего использовать, и ей пользуйтесь, а потом начинайте вводить оставшиеся, то есть, пропользовались неделю, например, ввели другую ампулу, третью, четвертую, ну, такое бывает у кого чувствительная кожа, у кого капризная кожа, тоже такое бывает, да, у кого, например, кожа в бешеном обезвоживании, гиперреактивная на любые средства, тоже такое может быть, и вот, когда повышенная чувствительность или повышенная реактивность, да, какая-то, то есть, резкое покраснение или еще что-то, это не аллергия, да, не путаем, потому что аллергия это немножко другое, то есть, когда лицо обсыпет аллергической реакцией, там совсем другая история уже, и не просто покраснение, не просто там шелушение или какая-нибудь там реакция, раздражение, да, вот, что нужно делать в этом случае, начинать с нулевой ампулы и прокачать прям ее интенсивно, утром и вечером, первую неделю, вот, а потом уже можете добавить пептида и потом, например, закончить витамином С, это на последних неделях, то есть, можно так сделать, вот, пептиды, в принципе, можете на свой вкус, там, третью или вторую добавить, но если говорить о гиперреактивной коже, да, суперчувствительной, я бы так сделала, прокачала бы нулевой ампулой, потом бы добавила третью ампулу, потом бы добавила, к примеру, бы вторую ампулу, а потом бы добавила первую ампулу, вот, можно так, переходим к комбинированному и жирному типу, но здесь, знаете, они немножко похожи, поэтому и уход, в принципе, будет чуть-чуть похож на них, оба типа капризные, очень капризные, потому что жирный тип вообще не любит, когда что-то много, и вязкая, и липкая, сразу начинают капризничать, возмущаться, и начинаются высыпания, вот чтобы не было, да, вот жирного типа, как я уже показала, да, это вот нижняя колонка, ой, вы как раз-таки вот прокачиваете свое лицо нулевой ампулой, да, с утра, в первой неделе, а уже в последующей неделе, как бы добавляются, там, третья, вторая, ой, вечером добавляется третья ампула в первой неделе, последующая, вторая, и с утра, вот, витамин С, вы можете на третью, четвертую неделю добавить, то есть, с витамином С, жирная кожа бывает конфликтует, именно из-за липкости, но если мы прокачаем ее под увлажним хорошо, то есть, может быть, этот конфликт сойдет, либо оно совсем на нет, либо он будет минимальным, вот, но такое бывает, у жирного типа, и бывает, у комбинированного тоже такие возникают, но тем не менее, вы не можете игнорировать витамин С, потому что он, правда, очень хороший компонент, и он нам нужен, если мы хотим поддерживать молодость, антиоксиданты нам нужны, потому что, как вы знаете, витамин С, попадая вовнутрь, если вы пьете его в виде БАДов, он никак не попадет к вам на кожу, то есть, он остается там внутри, и никуда дальше ваш внутренний организм не попадает, и на кожу он сам не синтезируется, то есть, его только нужно извне наносить, то есть, в виде специальных средств, вот, к сожалению, это так, точно так же, как он в нашем организме не синтезируется, мы только его потребляем, да, вот, с БАДами вместе, вот, то же самое и с кожей, вот, поэтому утверждает то, что вы пьете витамин С в высоких концентрациях в виде БАДов, поэтому вам он не нужен для кожи, нет, это немножко ложное представление, витамин С тоже необходим для кожи, так как и для нашего организма, для того, чтобы поддерживать молодость, поддерживать цвет кожи здорового, ну, и в целом, чтобы было меньше, да, проблем потом уже в последующем, более зрелом возрасте, вот, так, вот это примерные схемы, как я бы начала их рекомендовать своим клиентам, можно ли, опять-таки, сделать какую-то свою схему, можно, да, можете, в принципе, экспериментировать, вот, я пока вот по той схеме для нормального типа двигаюсь, но потом, может быть, я захочу и поэкспериментирую, буду добавлять эти ампулы по две, с утра и вечером, вот прям вместе, вот, и мне тоже будет интересно, как это будет, но это чуть попозже, сейчас сначала закончу ту схему, так, вопрос, да, жирный тип, но чувствительная кожа, схему делать как для жирной или как для чувствительной, что вы рассказали, так, я сказала, что чувствительного типа не бывает, чувствительность – это состояние, да, если у вас жирный тип кожи и кожа чувствительная, то здесь надо смотреть, что у вас в уходе, вот, разбираться, почему повышенная чувствительность у жирного типа кожи, скорее всего, она еще и при этом очень сильно, наверное, жирнится, да, может быть, какие-то дополнительные факторы и присутствуют, проблемные на коже в том числе, вот, значит, сначала нужно нулевой прорабатывать хорошенечко, проработали нулевой, сняли вот эту вот чувствительность, и дальше мы уже начинаем вводить постепенно ампулы, вот, нет, не жирнится, а вы точно уверены, что жирный тип кожи? Поры расширенные по всему лицу, или бывает, что поры расширяются, а бывает, они такие раз, сосутились, пропали, вот, то есть здесь еще надо посмотреть, правильно ли тип, да, определенно, потому что, да, выясняли, жирный тип, но чувствительный, а, точно, помнишь это вот, она отравляла тебе фотки? Да, да, жирная, да, все вспомнила, да, я вспомнила, что она у вас еще и суперчувствительная в том числе, потому что, да, у вас там регион был такой, где, по-моему, в Германии, да, точно, вспомнила, в вашем случае, нулевая ампула первые недели, потом начинаете, вот, как я сказала, с третьей ампулы, а потом только в конце добавляете первую ампулу, тогда вот эта чувствительность, она будет менее выражена, почему, потому что, ну, в большинстве случаев реактивность возникает именно на первую ампулу, опять-таки из-за того, что там в составе есть вот эти сахара, которые поддерживают саму формулу, ну, и в целом, витамин С, можно, если вы ни разу не пользуетесь витамином С, может, бывает такое, вот, с первой ампулой такая ситуация бывает, поэтому первую ампулу просто отставляйте на последнюю неделю, в этом случае, да, ее в конце используйте, когда вы уже напитаете, наувлажните, дадите пептидов ударно, плюс еще свой уход не забрасываете, да, и тогда уже в конце попробуйте первую ампулу, вот, и если в том случае она тоже дает какую-то реакцию, ну, там тогда напишите, разберемся, может быть, что там. Вообще эти схемы такие классные, только мы первый раз видим, как все прописано, по-другому, да, но более так, экспертно. Скажи, пожалуйста, вот комбинированный наоборот начинает с самой такой реактивной ампулы, почему так? Я решила, что в данном случае можно сразу попробовать витамина С, потому что у комбинированного типа кожи, ну, не такая повышенная реактивность, как у жирного на первую ампулу, да, тем не менее витамин С содержит в базе, в основе, в базовой, вот в самой ампуле, где база, да, без концентрата, там содержатся определенные компоненты, которые именно необходимы жирной комбинированной коже, вот, поэтому если комбинированная кожа находится в нереактивном сейчас состоянии, то есть ее не сыпят, да, то есть она просто комбинированная, начинайте с первой ампулы, если же комбинированная в таком состоянии, когда обсыпает все от А до Я, то значит что-то с эпидермальным барьером не то, да, и чтобы сначала восстановить эпидермальный барьер, здесь необходимо ампулой ноль проработать, вот, вообще производитель подошел к этому очень верно, почему верно, потому что они предложили первую неделю использовать нулевую ампулу, нулевой ампулой практически решается 90% проблем, да, с обезвоживанием и с увлажнением, и вот эта реактивность на последующие компоненты, она очень даже, ну, хорошо как бы снижается, вот, то есть будет такая логика. Здорово. Вот я думаю, какой у меня, у меня комбинированный тип, какую-то дать комбинированную схему или жирную схему, обе. Можно поэкспериментировать. То есть, они, в принципе, похожи, вот, вот эти типы кожи, да, то есть, ну, здесь можно поэкспериментировать, просто насколько, если помнишь, да, мы разбирали, что жирная кожа, она, конечно, более компризная, чем комбинированная, и жирная кожа вам об этом скажет на второй, третий день сразу же. Комбинированная, может быть, еще потерпит никакое-то количество времени, а жирная, нет, она будет ругаться, может быть, даже на следующее утро, если вы ей перепорщили. Да, у меня во время марафона появлялись прыщи, но быстро, очень быстро проходили, чем если обычно я пользовалась каким-то уходом, то есть я думаю, что ингредиенты в ампуле тоже, да, как ты говорила, имеют свой свой способ. Да, 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 все верно, потому что базовая основа, она очень такая стабильная по своим составам, и в принципе она подходит тем типам, да, но вот концентрат сам бывает такой, что вот на первую ампулу реактивность вызывает у некоторых типов, но это, знаете, индивидуальная реакция, и в целом как бы вы столкнетесь не только с нашим витамином С, и с другими витаминами С тоже, поэтому говорят, что очень часто и долго выбирают себе витамин С, и никак не могут подобрать, но здесь тогда просто нужно прокачивать, свое лицо базовым увлажнением сначала, потом уже витамин С как бы на лицо наносить. Ну, как раз вопрос про витамин С, нужно ли хранить его в холодильнике? Потому что некоторые говорят, прям так пишут, да, в инструкции хранить. Ну, витамин С вообще желательно хранить при температуре где-то от 5 до 15 градусов в темном месте. Там, если даже вы в холодильнике его не храните, это должно быть темное место, какой-то темный ящик обязательно, потому что витамин С реагирует на свет, и он окисляется, и вот если произошло окисление, у него появился неприятный запах, какой-то железный такой запах, наверное, даже, да, вот как окисление, когда происходит, и коричневый остаток, либо коричневый, я не знаю, какой-нибудь сгусток там плавает, или вообще в целом превращается в коричневый цвет, вот этим витамином С уже пользоваться нельзя. Значит, он у вас испортился, и вы к нему не подходите, все. Ну, то есть это уже не антиоксидант, а как раз-таки это свободный радикал. И у Алина вопрос тоже про хранение. После вскрытия нужно ли ампулы хранить в холодильнике вообще? Любые. Понимаете, при холодных температурах, ну, если у вас холодильник бьет на 1 градус, там, ну, плюс 1 или там плюс 2, это, конечно, немножко перебор, я бы посоветовала плюс 5, вот. В дверце холодильника тогда, если в холодильнике, там вроде потеплее в дверце. Да, точно. Вопрос от Галины. Вы рассказали, как определить тип кожи самостоятельно? Нет, такого не было. У Анны есть курс, онлайн-курс. Он открыт, да? Я не помню. Он сейчас закрыт, потому что я сейчас вообще вот... Ну, не определили уже. Хотела завтра кинуть уже программу нового курса. Программа нового курса – это Атоми про ингредиенты, да? То есть это продвинутый курс, где мы будем разбирать все составы, как их читать, что с ними делать, как их понимать. Ну, то, конечно, этот курс, он больше, чем просто про Атоми, он еще про вашу жизнь, про ваши косметические средства, которые вы, ну, как бы вообще, да, в своей жизни встречаете. Вот. И к нему я вот этот базовый курс в виде дополнительного материала как пререквизиты собиралась высылать. Ну, вот в таких методичках, где описаны темы ухода базовые, да, по Атоми, в целом описан уход многоступенчатый, где мы там разбирали строение кожи и так далее. Почему? Потому что курс такой интенсивный, он сложный, я бы сказала, и вот без вот этих базовых знаний будет трудновато. Но с базовыми знаниями нормально усваивается новая информация. Вот. Поэтому, если кто захочет, завтра я релиз этот сделаю, посмотрите, по сути, вы и два курса получите. Отправь в чат СНГ. Да. Также у Елены вопрос. Если в коробке держать, этого достаточно? Вот в самой коробочке, да, я так понимаю, от Ампул? Достаточно. Ну, в какой-нибудь только не на подоконнике, ну, не на подоконнике, где, например, у вас там сильно батареи работают, да, или не около отопительных приборов каких-то, и не в коробке, там, где солнце светит напрямую на эту коробку, да, то есть желательно как-то убирать какое-то более темное место, вот, может быть, там нижний ящик на кухне, вот, где чуть попрохладнее, чем в комнате. Ну, вы тоже должны, да, сами понимать, что, если вдруг что-то пойдет не так, хранение, конечно, влияет роль. Поэтому, если вдруг вы держите в коробке, в темном месте, то просто используйте эти Ампулы в течение заявленного срока, да, то есть первую неделю, вторую неделю, третью неделю, четвертую неделю. Вот, не так, что там три месяца хранили, вот. Да, Елена, у нас второй раз уже будет проходить. А, ну, отлично. Мы уже научные опыты, но мы хранили только вторую, то есть первую Ампулу с витамином С в холодильнике, остальные, но было тогда, то есть было, не было отоплений, да, сейчас уже риск пошел. Да, сейчас просто, если их подогреть, просто, видите, там очень мало консервантов, то есть их, можно сказать, почти нету. Они есть растительные, но растительные, они все-таки не такие сильные, как синтетические, скажем так, вот. Поэтому год храниться не будет. После вскрытия будет храниться заявленный срок, если правильно хранили, еще после заявленного срока определенный срок тоже похранится, вот. Если не вскрывали, допустим, Ампулы, то о срок годности вышел, такое бывает тоже, то вот если не вскрытый какой-то косметический продукт, при этом срок годности вышел, вы можете еще где-то, ну, 3 месяца, у вас запас 3-6 месяцев есть, открыть и использовать сразу же, ну, хранить в холодильнике, вот. Ну, лучше так не делать. Еще такой вопрос. Сам председатель говорит, что эти Ампулы, на самом деле, стоят намного дороже, просто в Атоме мы имеем возможность купить их дешевле. Правда ли это? Ну, вообще, дорогой состав, он всегда, да, стоит в любом средстве дороже. Если вы обратите внимание на те же пептиды у знаменитого бренда Medipill, они тоже стоят там на последнем, предпоследнем месте. Вот возьмите их нашумевшую линейку VTOKS, серебристые вот эти вот продукты их, эссенция, пептидная пенящаяся такая на лице, в общем, там, конечно, каша. Кашей в составе, потому что там там все есть. И они специально напихали туда все, что можно было от неоцинамида до цинтеллы азиатской. И для чего? Потому что пептиды на последнем месте. И, скорее всего, на вот самом последнем месте, вот там прям последняя, вот перед точкой пептиды, они вообще-то в концентрации, не знаю, 0,01%, наверное. Может, их вообще нету. Мы не знаем, может, они просто написаны так. Но при этом написано, что это пептидная линейка. Поэтому здесь нужно понимать, что состав, он играет роль на самом деле. И сравните, если стоимость их эссенции, у них эссенция стоит, по-моему, официально на сайте где-то 15-18 тысяч тенге. Вот эта банка, в которой почти нет пептидов, да? А если бы там были пептиды в такой хорошей концентрации, ну, полбанки, грубо говоря, пептидов было бы, то это бы стоило бы, ну, наверное, 35-45 тысяч. Вот. Я так предполагаю. На официальном корейском рынке. Есть суперклассные пептидные кремы, сыворотки на корейском рынке для внутренних продаж. Они обычно только говорят. И почему? Потому что, ну, видимо, наши люди не привыкли такой дорогой продукт просто покупать. И я вам скажу, что эти продукты, они стоят от 100 долларов и выше. То есть там маску пептидную купить, там коробка будет 100 ваксов стоить, в этой коробке 5 штук будет. Крем будет 250-300 долларов стоить, потому что там состав такой, то есть 50 миллилитров буквально там купить за 350 долларов, это, ну, достаточно серьезная, да, заявленная цена, вот. Ну и там, да, там будут пептиды, вот, возможно, в той же самой концентрации, вот, как в ампулах. Ну, невозможно, скорее всего. Поэтому это все очень дорого для производителя, заводить более концентрированные какие-то ингредиенты активные. Ну и, соответственно, да, нам повезло, что в нашем случае цена более чем доступная за 4 варианта разных, да, то есть можете сразу попробовать 4 разных варианта. Потом, если вам, например, легло что-то одно, очень хорошо, та же третья ампула, вы можете на 3 месяца только третью ампулу покупать и использовать, в принципе. И, ну, никто не запрещает и так делает, да. Вообще, курс пептидов, я всегда советую своим клиентам, если вы уже подсели на пептиды, так уж случилось, то заканчивайте с ними курс, то есть 3-2-3 месяца хотя бы, то есть, да, то есть 1 месяц мало. То есть 2-3 месяца – это такой вот стабильный курс, прям хороший, для лиц, кому, ну, скажем, до 45 лет. Если 45+, девочки, пептиды – это вообще практически ваш ежедневный уход должен быть, да, то есть если вы хотите предотвратить старение и потом не делать себе инъекции, не делать никакие операционные тоже вмешательства, то можно вот свое преждевременное старение вот такой профилактикой как бы притормаживать. витамин С тоже такой курсовый, ну, курсом его тоже можно использовать, то есть мы, может быть, месяц попользовались, два месяца попользовались, но он более такой, знаете, игрок, наверное, на короткий период, да, то есть витамин С, он быстрее работает, чем, скажем, пептиды. Почему так? Потому что пептиды, они хоть и медленно все это переваривают на вашем лице, медленно вот это вот все химию, да, запускают, но эффект от них держится гораздо дольше, но просто к этому надо прийти, да, то есть надо отпользоваться терапией в курс один, ну, может, два курса, и тогда уже будет, конечно, резонно говорить, помог вам тот или иной продукт или нет. Вот бывает такое, что люди пользуются какими-то косметическими средствами и полгода не ощущают результатов, потом ходят и ругаются, что у них нет результатов, но на самом деле это не так, да, потому что многие из вас забывают, во-первых, сфотографироваться до того, как начали пользоваться тем или иным средством, а потом начинают утверждать, что ничего не произошло на лице, вот, то есть некоторые мои клиенты умудряются мне утверждать, что у них ничего не произошло после серьезных аппаратных процедур, поэтому до-после им потом это показывают, да, обратную ситуацию абсолютно, потому что мы к себе привыкаем, и поэтому не видим каких-то изменений резких на лице. Вот, поэтому я всем советую сделать фотографию до обязательно, при хорошем свете сделайте, желательно на камеру заднюю, да, на телефоне, чтобы качество было получше. Вот, так, вроде бы на все ответы. Вот, кстати, Аня мне напомнила важный момент, пожалуйста, сделайте фото до, да, даже если вы уже проходили марафон первый наш, то снова сделайте фото до, и как делает Ана, я прислала к Ане, по Адаму понедельник, кстати, они еще, эти понедельники будут, да, и я сейчас вам покажу фото, которое мне Ана сделала, мне очень понравилось, сейчас муточку открою здесь, то есть при дневном свете, вот, при дневном свете на заднюю камеру телефона, потому что в Самсунге есть такая функция, что он, ну, как бы делает фильтр, уже с фильтром, я так свои поры не могу увидеть через переднюю камеру, и вот фото до ампулы и после, и вот все видно мои поры, мой комбинированный тип, то есть такая должна быть качественная фотография, попросите кого-нибудь, да, говорит, Анна, с вас сфоткать при дневном хорошем, ну, или в хорошем свете, там, с кольцевой лампой, не знаю, что, придумайте. Да, потому что вот при таких фотографиях я вот, например, сразу вижу, да, где произошел результат, вот, например, если посмотрим на зону лба, да, то есть где межбровка обычно у всех, вот посмотрите, слева это до, где в шапочке до, справа это после. Внимание, да, обращаем, что здесь было хорошее прямо такое увлажнение, аппаратом мы загнали ампулу куда нужно, и уже я вижу местами кожа, она, ну, совсем по-другому выглядит, да, то есть и рельеф, он более гладкий стал, плюс я еще сохранила, мы замеряли уровень влажности, то есть после мы получили такой хороший 40% уровень влажности и уменьшение уровня сальности, то есть здесь о чем говорится, да, то есть если вы увлажняете твою кожу качественно, то у вас она не жирнится экстремально больше, то есть сальные железы не сходят с ума и не продуцируют масло на вашем лице так, что можно блины потом печь, вот, поэтому вот это тоже имейте в виду, это прям доказанный факт, плюс сам цвет лица, дневной свет не менялся, да, то есть ракурс одинаковый, и мы смотрим, то есть где-то местами даже поры выглядят более аккуратнее, чем, ну, как бы было до, да, и цвет лица совсем другой становится, более не осветленный, как говорим, а более ровный, то есть тон выравнивается, но это мы делали во время атомного понедельника профессиональным аппаратом, то есть он более сильный, чем бустер, вот, поэтому как бы здесь сразу можно увидеть результаты практически после первой процедуры, вот, а если у вас есть дома бустер, ну, такой эффект вы можете, ну, 5 дней, 7 дней, да, заметить, то есть вы, правда, хорошо стараетесь и не пропускаете дни, да, то есть регулярность тоже должна быть, вот. Спасибо. Ну, я, да, я буду делать еще одну фотографию уже после, после ядовных понедельников тоже приду несколько раз, и вот хочу к тебе тоже, да, на консультацию сам в конце посмотреть, возьмем вот это фото слева до, после сделаем. Так что обязательно, девочки, сделайте фото до, это прям критически важно, чтобы вы сами увидели разницу и потом дальше могли рекламировать, да, ампула, используя свой собственный пример. Так, а можно ампулу нанести до тканевой маски, спрашивает Каролина. Если тканевая маска сама не содержит кислоты, либо там какие-то производные витамина А, да, ретиноевые, если тканевая маска такая совсем базовая на увлажнение, ну, то есть там абсолютно увлажняющие компоненты, такие как глицерин, к примеру, да, в этой маске на первом месте стоит вода и, возможно, какие-то экстракты, то да, можно, тогда вы создадите этот эффект окклюзии, и тогда у вас, ну, будет то, что вам нужно. Но если же в маске есть какие-то дополнительные компоненты, кислоты, например, различные, та же гликолевая или, ну, тот же витамин С в маске есть, то уже будет не тот эффект. Ну, то есть одно другое, конечно же, перекроет. Вот, поэтому мы смотрим, что на обороте у маски написано. Где можно увидеть порядок процедур в этом марафоне? Ну, в чате, наверное, да? Я вот эти схемы могу скинуть? Если это про схемы говорится, да? То есть вот очень... Может, у меня есть порядок процедур. Да, ну, изготовитель рекомендует использовать ампулы, вот как они лежат в коробочке, да, первую неделю ноль, вторую неделю один, третью неделю два и четвертую неделю три. То есть мы первый марафон именно по такой схеме шли. Но была проблема, что как бы ампула за неделю не заканчивалась, и мы думали, да, как ее использовать. Некоторые даже на мужей уже мазали, потому что там срок годности две недели, и они так, а, давай, давай, на тебя тоже буду мазать. На маму мазали. Вот, то, что предлагает Анна, это на две недели, да, получается, одну ампулу. Интересный подход. Использовать одну ампулу, получается, утром, а вечером уже другую. Получается, вечером пептиды, да, вот я сейчас смотрю на схему, утром или ноль, или один. То есть подготавливаю еще такие. Поэтому, ну, Анна там написала, да, в презентации, что смотрите по состоянию своей кожи, слушайте свою кожу. Если что-то не подходит, что-то не так, вы можете, ну, изменить свою схему. Спросить в чате, кстати, если что-то, какая-то, возникла проблема. Да, у нас во время первого ампула были жалобы на первую ампулу, что кого жирная кожа, там, ну, было какой-то дискомфорт, или она такая липкая. Прям долго приходилось ждать перед тем, как нанести там, ну, тот же СПФ. Поэтому, да, давайте вопросы в чате. В нашем чате в Телеграме будем разбираться по ходу. Протокол, процедура, вы спрашиваете, да, что зачем наносить. Ну, так как я подразумевала, что большинство знакомы с многоступенчатым уходом, да, я не внесла вот эту схему в сегодняшнюю презентацию. Но устно вам скажу, да, то есть это обычно умывание, это тонизация, то есть ваш тонер, и после тонера вы наносите свои ампулы. Вот, после ампул вы можете нанести дополнительные какие-то свои ампулы, ну, или сыворотки, у кого что есть. Я просто не знаю, у кого что в уходе имеется, да. Вот, и потом закрывается это все кремом. Если мы говорим про вечер, про утро, то есть там обычно каждый корректирует по своему типу кожи, по своему ощущению. То есть кто-то закрывается сразу кремом, этот сэндвич, а кто-то закрывается просто СПФ кремом. Вот, то есть сухой тип кожи будет весь протокол, полностью процедуры, да, выполнять. А жирный тип кожи, конечно, уже будет по ощущениям закрываться. Вот. Поэтому как бы конкретной такой схемой, что кому нанести на лицо, это будет сложно. Можно дать общую, что за чем идет, да. То есть пенка для умывания, тонер, ампулы, эссенция, плюс крем, плюс там СПФ. Вот. А дальше вы уже как бы выбираете тот продукт, который вы, в принципе, привыкли наносить, да, или ту последовательность, которую вы привыкли. Единственное, после тонера всегда наносим. Любые сыворотки после тонера наносим. Почему? Потому что сначала вы должны дать пропускную способность коже, открыть ее, ну, в кавычках, скажем так, а потом уже вы наносите активные ингредиенты. Если вы тонера не наносите, можно сказать, что ваш ампульный интенсивный уход, он просто никуда пойдет. Вот. Абсолютно. Вот это очень важно. И далее уже вот эти интенсивные ампулы, ну, конечно, старайтесь закрывать кремом или там эссенцией плотной. Это тоже очень важно, чтобы они не испарялись лица достаточно быстро. Вот. Если закрываете СПФ кремом, хорошо. Жирная кожа может так делать. Они могут умыться, нанести тонер, нанести сыворотку, нанести СПФ крем и пойти. Все, по своим делам. Так. Если же это сухой тип кожи, то, скорее всего, будет умывание, будет тонер, будет сыворотка, будет еще, возможно, какая-нибудь сыворотка, да, и будет еще, скорее всего, эссенция и крем, и потом только СПФ. Вот. И тогда сухой тип кожи скажет, вот, я прям чувствую увлажненность на лице, мне прям так все хорошо. Вот. Но такая расширенная этапность для жирной кожи, она, конечно, даст на следующий день повышенную жирность на лице. Вот. Алия пишет, можно еще раз. Но я думаю, ты в чат скинешь, да? Да, вот эти схемы, я их скину обязательно, то есть, в принципе, там посмотрите в чате. Спасибо большое. Вообще, эти схемы, я бы себе все выписала, эти схемы, потому что это такое открытие для меня. Мне прям хочется, ну, вот я первый марафон так пошла по инструкции, а второй марафон хочу вот по твоим схемам попробовать, и, наверное, попробовать для комбинированного, типа то, то, что ты подобрала, по этой схеме пойду. Сначала идет витамин С, да? Ну, я так ожидаю, что я начинаю с витамина С, что к концу марафона я могу уже видеть результат, потому что начинала с них. Ну, как бы идет же отопительный такой эффект. Да. Вот под бустер это все, всю эту историю. Хорошо. Спасибо большое. Давайте поддержим Анну и поблагодарим за такой полезнейший вебинар про продукцию. Пока ты говорила про продукцию, я подумала, что, блин, по каждому продукту нужен такой детальный разбор, потому что круто, конечно, то так вот изнутри все изучить. Я программу скину, там ты увидишь. Очень заманчивая программа. Классно. Спасибо всем, что пришли послушать. В чате можете задавать вопросы, скрин и схемы я скину для всех, ну, кому, да, интересно и кто будет их придерживаться. Если вдруг решили придерживаться стандартной схемы, это тоже хорошо. Единственное, сделайте фотку дом обязательно, да, чтобы потом, ну, хотя бы для себя сравнить, чтобы у вас вот ваши усилия недаром прошли. Да, и хотела сказать еще, что по ходу марафона, да, мы так тоже каждый день будем фотографироваться вместе с амплой. То есть это для того, чтобы подсчитать, сколько раз вы действительно делали уход, да, утром, вечером, и потом в конце мы сделаем лотерею среди тех, кто вот дошел до конца и получил большее количество баллов. То есть каждая фотография это баллы, плюс фото до тоже это балл. И в конце марафона 5 баллов получит тот, кто сделает пост, такой пост-отзыв об этих ампулах, как вы проходили, какие открытия, да, и, кстати, показать свое фото, ой, пост до и после тоже в этом же посте было бы интересно, да, потому что после первого марафона мы это не сделали, и мне этого не хватило, вот как бы такое завершение от участниц пост-завершение, пост-отзыв. Это за 5 баллов. И в конце, кто получит большое количество баллов, если будет несколько участниц, то мы сделаем лотерею среди них, разыграем Аделико, если будет там один человек, ну, без лотереи, да, получается. Так, определение типа кожи это курс Анны, это нужно будет туда записаться. Там просто полтора часа лекции. Да, кто желает записаться к Анне на курс, да, можно будет это сделать. Все, я думаю, что на этом все. Тут благодарности в чате, и вообще, да, в течение всего вебинара я видела, сколько было открытий, и сколько они благодарили тебя. Действительно, я тоже очень благодарна. Очень круто. Все. В чате задавать вопросы, я буду отвечать на них, стараться на всем. Всем спасибо. Завтра, пятница, да, последний день, когда можно сделать фото до. Отправляем в пятницу, чтобы уже в субботу начать марафон 16-го часа, как мы и планировали. Вот, кстати, извиняюсь, даже перебиваю. Вот кто сделает фотку до, до дедлайна, я вам тогда и напишу, какой у вас тип кожи. О, круто, круто. Не будем тратить полтора часа на просмотр лекции в чате. Ну, она, конечно, полезная, но чтобы это чуть побыстрее произошло все, можно сделать так. Единственное требование к фотографии, очень хорошее качество, да, вы видели пример, что видны поры, видно лицо. Вот это обязательно должно быть. Супер. Так, всем понятно. Да, я еще, конечно, чат продублирую. Такой супер-крутой бонус. И вот, давайте общаться в чате Телеграм. Всем спасибо. Анна, спокойной ночи. Да, у Галины есть чат в Телеграме. Я думаю, вы туда добавлены, только там была ссылка на сегодняшний вебинар. Представляете фото до, и Анна вам скажет, какой у вас тип кожи по фото. Но фото должно быть очень качественно сделано, чтобы все порки было видно, все несовершенства. Да, как есть, без фильтров. Пока-пока.